Здравствуйте! Вы смотрите наши новости на телеканале ИТВ. Начинаем эту неделю вместе в студии. Для вас работаю я, Александра Пермякова, и прямо сейчас к самым важным событиям. За выходные в Крыму 106 новых случаев COVID-19. Роспотребнадзор просит не забывать о правилах безопасности. Вода Крыма дезинфицирует свои служебные машины для подвоза воды гражданам в Симферополе. Для уничтожения вредоносных бактерий используют гипохлорид натрия. Дезинфекцию будем проводить гипохлоридом натрия, что полностью убьет все бактерии, находящиеся в машине. Праздничные линейки не для всех. Как пройдет День знаний в крымских школах, министр образования все объяснила на пресс-конференции. Будут открыты все входы, и на входе будет обеспечиваться утренний фильтр, а также термометрия бесконтактными термометрами. Авиация, бронетехника, световой шоу и мастер-классы. В Севастополе завершился форум «Армия-2020». Как это было? Чувство гордости за нашу страну, за наши вооруженные силы. Уверен, что вооруженным силам сегодня по силу выполнить любые задачи. Статистика заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму продолжает расти. За выходные зарегистрировано 106 новых случаев заражения. 52 в субботу и 54 в воскресенье. 43 инфицированных выявили при обращении за медицинской помощью. Более 40 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. 20 человек при скрининге здорового населения. Еще два случая завозны из-за рубежа. За выходные лабораториями республики было проведено почти 7 тысяч исследований на коронавирус. Всего с момента начала пандемии количество заболевших в Крыму практически достигло 2,5 тысяч человек. С выздоровлением из больниц республики выписано более 1600 пациентов. Крымчан и гости республики просят соблюдать масочный режим в общественных местах и не нарушать социальную дистанцию. При появлении симптомов острых респираторных инфекций специалисты не рекомендуют заниматься самолечением. Следует обратиться в поликлинику по месту жительства или на горячей линии профильных ведомств. Женщина, которая пострадала во время взрыва в Керченской многоэтажке, скончалась в больнице. Ранее говорили о том, что пострадавшая получила 60% ожогов тела. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось, комментируют в Минздраве. Напомним, 26 августа в 17.06 на пульт МЧС поступил сигнал о пожаре в 10-этажном доме. Перед возгоранием прозвучал хлопок, по данным очевидцев, вследствие чего в доме произошло обрушение межэтажного перекрытия. Жильцы дома, а также соседних многоэтажек эвакуированы. Власти города признали случившейся чрезвычайной ситуацией техногенного характера муниципального уровня. В Крымской столице предпринимаются все меры для своевременного и качественного обеспечения водой населения. Предприятие «Вода Крыма» заверяет, специалисты следят за качеством доставляемого ресурса и проводятся на обработку служебных машин, осуществляющих подвоз гражданам Симферополя. Дезинфекцию проводят для обеззараживания емкостей, так как водовозы перевозят питьевую воду. Однако употреблять ее в сыром виде все же не рекомендуют. В ежедневном режиме предприятие «Вода Крыма» дезинфицирует свои служебные машины для подвоза воды гражданам в Симферополе. Проведение обеззараживающих мероприятий выполняется в соответствии с санитарными нормами, в том числе и для предотвращения распространения COVID-19. Транспорт, который вы видите, поступил на территорию нашего предприятия сегодня. Сегодня мы подготовим его к работе, для того, чтобы можно было пользоваться. Для дезинфекции машин используется раствор гипохлорида натрия. Специалисты уверяют, из всех существующих химических средств для обработки, это является самым безопасным для человека. Жидкий состав борется с болезнетворными микроорганизмами. Для удобной логистики и своевременного развоза воды населению, подобные процедуры проводятся каждый вечер, чтобы с утра машины уже были готовы к работе. Дезинфекцию будем проводить гипохлоридом натрия, что полностью убьет все бактерии, находящиеся в машине. Дезинфекция будет повторяться так часто, как будет требовать этого лабораторный контроль, который проводится не реже, чем раз в 10 дней. Санитарная обработка транспорта осуществляется для обеззараживания кузова, а также емкости, так как водовозы перевозят питьевую воду. Помимо этого, сотрудниками лаборатории и предприятия ведется регулярный забор воды и ее контроль по различным показателям. Анна Беляева, Служба новостей и ТВ. В Крыму с 1 сентября начнут работать 547 школ. Еще три образовательные организации также откроют свои двери для учеников в первый день нового учебного года. В каждой школе состоится праздничное мероприятие. Но традиционные линейки в школьных дворах пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов. Обязательно условия как для самых маленьких, так и для взрослых школьников. Соблюдение дистанции для родителей – масочный режим. Остальные ученики также не будут лишены праздника. Для них он пройдет в классных кабинетах. После для всех учеников состоится долгожданный первый урок, посвященный 75-й годовщине победы Великой Отечественной войне. В 12 часов крымчане совместно с учениками со всей страны смогут подключиться к всероссийскому уроку в онлайн-формате. Обязательная процедура для всех школ не только 1 сентября, но и на протяжении всего учебного года – соблюдение мер безопасности. Хочется напомнить те правила, которые будут соблюдать все образовательные организации. Во-первых, это исключение скопления народа маленького, идущего в школу при входе в образовательную организацию. Будут открыты все входы, и на входе будет обеспечиваться утренний фильтр, а также термометрия бесконтактными термометрами. В прошлом, по крайней мере, на время останутся хождения из кабинета в кабинет. Теперь у каждого класса он будет свой. В нем по графику будут использоваться рециркуляторы. Помимо постоянного соблюдения мер безопасности, новым для многих школ станет открытие сразу нескольких профильных классов – медицинских, аграрных, инженерных, психолого-педагогических и классов с направлением IT-технологии. «Открываются эти классы там, где есть и кадровый потенциал, и где есть материально-техническая база для этого. В Симферополе это 10-я школа, поскольку мы уже понимаем, что для того, чтобы работать на таком углубленном уровне, естественно, должен быть готов кадровый потенциал. И это и 6-я школа. География очень большая». Изменения затронули и сельские школы республики. Их оборудовали современными системами отопления и теплыми туалетами. Кроме того, три новые школы откроют свои двери для учеников уже завтра, 1 сентября. В этом году больше 2000 учебных мест было создано в Симферопольском районе, Судаке и Евпатории. К началу учебного года начнут работу и 14 новых детских садов. Мария Моссур, Служба новостей и ТВ. Уже шестой по счету Международный военно-технический форум «Армия-2020» завершился в Севастопольском филиале парка «Патриот». С 27 по 29 августа в масштабном мероприятии лично смогли принять участие жители и гости города-героя. Из года в год на невероятное зрелище с участием авиации, бронетехники и светового шоу приходят посмотреть сотни гостей форума. Для них военнослужащие Черноморского флота не только подготовили экспозиции новейшей военной техники, но и продемонстрировали ее в действии. О самых ярких и запоминающихся моментах «Армия-2020» в нашем следующем сюжете. Более 30 единиц образцов современной военной техники и вооружения, среди которых береговой ракетный комплекс «Бастион», многофункциональный модуль помех «Красуха-С4», палубный вертолет К-27 и вертолет радиолокационного обнаружения К-31Р. Всю эту и многую другую военную технику в действии смогли увидеть гости форума «Армия-2020». Севастопольский парк «Патриот» в последние несколько дней стал точкой притяжения любителей военной техники. Масштабная демонстрация достижений военно-промышленного комплекса содействует техническому переснащению вооруженных сил, упрочению позиций нашей страны на международном уровне, укрепляет имидж армии России. Чувство гордости за нашу страну, за наши вооруженные силы. Уверен, что вооруженным силам сегодня по силу выполнить любые задачи и любые приказы Верховного главнокомандующего. Ну а мы гордимся нашей Родиной России, любим свои вооруженные силы и желаем вам всем, друзья, мира, добра, но сегодня хороших впечатлений и эмоций. Слава вооруженным силам Российской Федерации! В заключительный день работы форума его гостям продемонстрировали операцию по ликвидации базы боевиков. По легенде, врагов удалось обнаружить с помощью беспилотного летательного аппарата. В считанные минуты на место была отправлена отдельная бригада разведки Черноморского флота. Вы не имеете в виду, принимаем вас в виду, а в виду своего полевого командира! Для жителей и гостей города Героя на причале морского вокзала для осмотра также были доступны корабли Черноморского флота. Помимо Севастополя, площадки форума работали еще в двух городах – Новороссийске и Керчи. Мария Моссур, Служба новостей и ТВ. А на Черноморском флоте участники международного конкурса по водолазному многоборью глубина соревновались в спасении подлодки. Испытания проводятся в рамках армейских международных игр «Арми-2020», сообщает пресс-служба флота. Сборная команда ВМФ России вместе с командой Республики Гвинея и Мозамбика состязались в упражнении поддержания жизнедеятельности аварийной подводной лодки. Задача участников – показать лучший результат без начисления штрафных баллов. В упражнении два элемента. При выполнении первого необходимо открыть крышку выгородки, подсоединить шланг вентиляции к штуцеру подачи воздуха и открыть вентили продувки, после чего на поверхность всплывает сигнальный буй. Во втором этапе водолазам нужно заложить в макет торпедного аппарата глубоководный пенал с инструментами весом в 50 кг до определенной отметки. Затем сборные проходили упражнения. Работа в замкнутом пространстве или, как его еще называют, клетка. В этом этапе несколько водолазов в ограниченном пространстве последовательно выполняют целый комплекс задач. Среди них разбор завала, проникновение в условный аварийный отсек, подводная сварка, резко сборка фланцевого соединения и работа с гидравлической дрелью. Итоги оглашения победителей пройдут 3 сентября на церемонии закрытия конкурса. Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым завершили операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Керчи. Во время выполнения пиротехнических работ на территории крепости в районе форта Тотлебен саперами центра «Лидер» были обнаружены 3 фугасные авиационные бомбы весом по полтонны каждая. Найденные взрывоопасные предметы передали специалистам-пиротехникам морского специального отряда, которые вывезли их на Багировский полигон, где с соблюдением всех мер безопасности уничтожили. После подрыва проведено повторное обследование территории на наличие осколков взрывоопасных предметов. Саперами центра были обнаружены 3 фугасные авиационные бомбы калибра 500 кг. Данные боеприпасы совместно с морским отрядом пожароспасательного гарнизона города Керчь транспортированы для дальнейшего уничтожения на полигон. На данный момент очищена площадь 23 гектара и обнаружено 2611 взрывоопасных предметов. С 1 по 5 сентября в Крыму ожидается аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале ИТВ. Я прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин